День независимости Так что к новостям Не хаотично, а изящно И со вкусом, ибо по сценарию Да в полноценном сюжетном режиме Компания, второй Titanfall, затронет животрепещущую Тему искусственного интеллекта Ведь если кто не помнит Главным героем станет Титан Бездушная, казалось бы, машина Которая после смерти своего С большой буквы S Пилота, внезапно выбирает себе нового Хотя по идее не должна Смогут ли разработчики выжать Из подобной концепции нечто душевное Или хотя бы интересное Судить, ой как рано Последние шутеры на подобную тему Не отличались ни первым, ни вторым Но не будем показывать пальцем Однако несколько лучиков Света на непосредственно Игровой процесс продюсер проекта Дрю МакКой проливает охотно По его словам, геймплей Сюжетного режима будет сфокусирован На мобильности, свободе передвижения По местности любым угодным способом А также на возможности Забираться в своего Титана И вылезать из него в любое время При этом явного разделения Компании на миссии Исключительно для робота Или же для человека Не будет, несмотря на то, что Через некоторые участки местности Пройти сможет лишь пилот Видимо, нас ждут сравнительно Большие локации, хотя скорее арены Относительная свобода действий И вариативность ведения боя Продолжает тему сюжетов Борьбы добра со злом Стритфайтер 5 Куда, не прошло и полугода Пулей примчалась одиночная кампания Если вы уже обрадовались И побежали запускать игру Не спешите DLC нужно скачать ручками В вашем сервисе цифровой дистрибуции История называется A Shadow Falls И вертится вокруг Куча страшных имен Названий и терминов Произносить которые вслух Я не рискнул Из страха, что призову тем самым Японского демона и получу Хадукином по черепу Сюжетка весит в районе 8 гигабайт И среди обладателей самой игры Распространяется бесплатно Как и обещала Capcom 2K Games в свою очередь Бесплатных DLC никому не гарантировала Но платных на днях подвезла Заключительное дополнение комплекта Reinforcement Pack для XCOM 2 Под названием Chance Last Gift Также появилось в Steam Содержит оно новый класс бойцов Которые как бы Мэки из Enemy Within Но не Мэки, а просто роботы Короче, судя по заголовку аддона Прощальный подарок для XCOM от Реймонда Шеня Нашего главного инженера Из переиздания 2012 года На новую миссию Протекающую в декорациях Тайного завода структуры Advent Мы отправимся в компании Дочурки того самого Реймонда Инженера нынешнего Chance Last Gift в Steam Стоит 418 рублей А весь комплект дополнений Еще можно приобрести за 568 Это напоминалка для тех Кто последнюю неделю сидел без интернета Распродажа сегодня закончится Последний день пошел Проверяйте свои списки желаемого Дабы локти завтра не кусать Радостная весть для всех обладателей Десятой винды и консолей Xbox One Хотя таких, я думаю, десяток Среди жителей нашей страны наберется Так что зачем я вообще коснулся Этой темы, непонятно Но, раз уж начал Анонсированная на выставке E3 Программа Xbox Play Anywhere Суть которой ясна из самого названия Согласно Google Translate Это Xbox играть в любом месте Так вот Упомянутый сервис будет запущен 13 сентября Вместе с экшеном Record Трейлер последнего, кстати, сейчас И крутится у вас на экранах Система эта подразумевает Общие сохранения Список достижений И единый ценник Для загружаемого контента На обеих платформах Ну и, конечно, приобретая игру для Xbox One Счастливый покупатель получает И копию для Windows 10 Или наоборот Как это было с... Чего далеко ходить? Quantum Break Не каждая игра будет Сей сервис поддерживать Со списком, утвержденным на данный момент Вы можете ознакомиться По ссылке в описании Если вы давно не испытывали унижения И чувство собственной беспомощности То, во-первых, вы не играли В соревновательный режим Overwatch Во-вторых, уже какое-то время Не окунались в адский чан Около Dark... Соловых... Побоищ Во втором случае Вам поможет Death's Gambit От студии White Rabbit Когда именно поможет Вопрос спорный Дата релиза пока неизвестна Но выйдет игра как минимум на PC И PlayStation 4 Представляет она из себя... Сами видите что? Если не видите, то в помощь вам слова разработчиков Это боевик с элементами RPG И повышенными требованиями к умениям игрока Где-то мы уже видели Двухмерный клон Dark Souls Однако сапш заметно более пиксельный А все мы знаем, что чем пиксели крупнее Тем игра душевнее В данном случае служит протагонист смерти Уничтожить он должен источник бессмертных И все это дело происходит на какой-то посторонней средневековой планете Забитой доверху чудовищами, рыцарями И прочими неприятными личностями и явлениями Игроку критично важно выяснять Кто из персонажей является бессмертным А кто нет Эти сведения, мол, могут оказать весомое влияние на сюжет Ну а вообще, все что показано в трейлере Конечно же отдает знакомыми механиками Souls серии Основное отличие, из числа уже заявленных Заключается в том, что боссы не исчезают после поражения Второй и последующие разы их можно и не мочить Но пофармиться на таких тварях никто мешать не станет Ну а я не стану более мешать вам умываться И готовиться морально к встрече с вероломно подкравшейся трудовой неделей Удачного вам дня и исправного кондиционера До встречи на СтопГеймРу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok